Вот на Вазбери приобрел вот такой настил для душевой кабины. Но написано было, что он не скользит, что противоскользящие подкладочки. Вот эти подкладочки, вот они. Их соприкосновения с кафелем вообще никакое. Скользит страшно, то есть действительно очень опасно, очень. И что пришлось вот делать? Вот пришлось делать упоры. Упоры вот в кабине, чтобы он упирался и не ездил. Сам по себе, да, он прогибается. Здесь у меня вот слив, он ниже уровня пола. Вот, и он не ломается. Уже две недели мы на нем наступаем, нормально, крепкий. Но надо держаться за ручки, потому что он тут же улетает влево, вправо, взад, вперед. Вот, короче, вот так вот я его решил сделать. Сейчас закончу и покажу. Если в трубе можно запросто сверлить обычным сверлом, то в таком пластике сверлить не рекомендую. Потому что вы сами знаете, даже АБС пластик все время ищет маленькую трещинку, как стекло лобовое, чтобы пойти дальше. Поэтому лучше прожечь. Я взял просто и прожег эти отверстия. Вот, теперь они такие прожженные. Ну, зато будет держаться. Вот так это выглядит в результате. И теперь она никуда не денется. До этого у меня была деревянная. Ну, такая стандартная, магазинная. Вот. Я тоже делал, правда, откидные упоры. С одной стороны и с другой. Эти откидные упоры тоже поработали нормально. То есть, сетка никуда эта дошивая не ездила. Вот. Так что, если кому-то посчастливилось купить такую, имейте в виду, вот так можно сделать. Труба, ПВХ, везде продается, копейки стоит. Труба, ПВХ, везде продается.